Вот, мы пришли к батюшке Велесу. Ну, просто на меня направится все. А что? Я готов. Всем здравия! От Чура Перуна мы пришли к Велесу. И мне бы хотелось, чтобы вы запомнили на всю жизнь три причины основных гнева Перуна. Это лень, ложь и предательство. Чур Перуна у нас олицетворяет в нашем путешествии по стихии огонь. А огонь, как известно, нагревает воды. Воды сохраняет батюшка Велес. Велес покровитель волшебства. Все волшебное, все чудесное связано именно с ним. И время в древности люди определяли по Солнцу и по Луне. А Луну мы видим сейчас на небе, выходит в виде растущего месяца. Поэтому месяц он рогатый. И месяц также связан с Велесом. И в лунном свете, в свете ночи мы видим мерцание звезд. То, что скрыто от человеческого глаза. Поэтому Велес, он обладает именно возможностью сохранять внутренние сокровища, которые лежат внутри гор. Вы знаете, что мы сейчас находимся на земле Тавриды. Таврида вся имеет огромное количество подземных царств. Здесь есть пещера, в которой даже не пускают людей, потому что она вся покрыта удивительными кристаллами. Если туда будут ходить люди, то эти кристаллы разрушатся. А создавались они много тысяч лет. Там буквально просто из сталагмиты, сталактиты. И есть даже в виде таких волшебных цветов. То есть удивительное красивое царство. Здесь под землей, везде в Тавриде. А жители Таврида так и назывались Тавры. И они являлись последователями батюшки Велеса. Велес покровитель не только волшебства. Он сохраняет мудрость поэзии. Он дарует вдохновение для поэтов, для музыкантов. Он сохраняет лад во всем. И в первую очередь в нашей с вами семье Велес покровительствует устою семейному. Когда младшие уважают старших, когда все собираются за одним столом и радуются общей трапезе. Велес покровитель богатства. И что значит богатый? Это человек, который живет вместе с Богом. То есть человек, который живет в потоке божественном. А уже человек бедный, это тот, который находится с бедой. Поэтому мы с вами все богатые. Это мучает нас Велес. И в первую очередь, безусловно, богатство – это богатство духовное. И богатство, связанное с мудростью. Велес – дед волхвов. И он покровительствует всем зверичем. За всю скотинушку, за всю животинушку. Всегда батюшки Велеса просили, чтобы он ее оберег, чтобы он ее помог. Вот у нас в деревне, например, естественно, коровы. И мы, правду говорю, поэтому мы постоянно обращаемся к Велесу за помощью в покровительстве наших коровушек. И узнали мы, ну, уже давно, что даже если мы едим творог, то творог нельзя тыкать чем-то острым, например, вилкой. Потому что это тут же отражается действительно на корове. И если две доярки дуют корову, если вот они поругаются, то корова может заболеть. То есть это тут же отражается. Корова – мощный оберег. И поэтому, конечно, Велес, он помогает в нашем таком обережении тех, кто живет вместе с нами. Это коровы, овцы, я не знаю, кто у вас там дома. Попугаи, змеи, рыбки. Неважно, птички, черепашки. Это все собачки. Это все домашняя скотинушка, животинушка. Велес, он сохраняет мудрость, вод. Велес покровительствует волшебству. Велес связан со всем, что находится внутри. И с ним, конечно же, связаны такие понятия, как волосы. То есть волость, власть. И владеть, владеть – это самая сложная задача. То есть это самая тяжелая задача, которую нужно решать в этой жизни. Потому что можно изведать, можно завоевать, но потом нужно овладеть. Вот овладеть ремеслом, овладеть знанием, овладеть аудиторией, когда ты что-то рассказываешь, когда так жарко. Это уже нужна мудрость Велеса. Поэтому давайте восславим Велеса, его мудрость. Мудрость «Слава Велесу! Слава Велесу! Слава Деду Волхвов! Слава Деду Волхвов!» А далее уже у водопада я поясню все-таки, как расположена в сварге чины Всебога. Вот Велес, Перун, Сварог, Стребог. Так в итоге кто где? Так что обязательно отвечу на этот вопрос. А сейчас только скажу одно, что вот это место волшебное, и здесь был в древности мощный Аллатырь именно древних людей, которые славили Велеса, которые славили всю Тавриду. И мы с вами сейчас идем вот этим волшебным путем через воздух, огонь, воды, идем к солнышку. Слава Солнцу! Слава Солнцу! Ура! Ребят, минуточку внимания. Всегда родники считались священными. И если хотели, но это особенно делали женщины и девушки, сотворить волшебство какое-то, свое желание, набирали воду и несли домой в полном молчании. Нужно было не сказать ни слова. И это называлось молчальная вода. И когда приносили ее домой, тогда на нее что-то наговаривали. На любовь, на богатство, на счастье. И вот такая вода была, обладала удивительными свойствами. А самая мощная это вода, собранная на рассвете из семи источников. Но в любом случае вы можете пообщаться сейчас с водой, попросить у нее здоровья, счастья. Вода, она очень мудрая, и она всегда дарит нам хорошую информацию. Так что слава воде! Водить не снижается, дай мне воду. Ну да, можно. А можно вода, матушка, как ты течешь, как ты жизни роздаешь. Прояви в моем сознании свет, подари моему телу здоровье, сделай меня счастливой. Благодарю тебя! Спасибо!